Неделю назад оппозиционный политик Леонид Гозман вышел на свободу после двух административных арестов подряд и сразу же покинул Россию. И сегодня он гость нашего эфира. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Неоднократно вы говорили, что не хотите уезжать из России навсегда или на долгое время, но сразу после выхода из спецприемника вы сказали, что в тот момент выбор был или уезжать из страны, или умереть в тюрьме. Хочу спросить, что с вами было эти 30 дней, пока вы были под арестом, от чего у вас появилось ощущение, что вы действительно можете умереть в тюрьме? Ну, вы знаете, не потому что там что-то особенно происходило, а потому что когда арестовали второй раз, у меня первый раз арестовали, и можно было думать, что, наверное, они просто хотят прийти. Ну, скажут, что ты совсем кретин, мы тебе уже стопку сигналов дали, ты все не понимаешь, но вот тебе еще один сигнал. Вот, но когда на выходе, не дав даже выйти за ворота, меня арестовали опять, то стало понятно, что они готовят мне такое же, как они готовили, как они сделали с Ильей Яшиным, Владимиром Мурзовой. То есть уголовное обвинение, по какой-то уже серьезной статье. А тюрьма, ну, понимаете, что 20 лет, что 5 лет, но она не для людей моего возраста. Я вообще достаточно здоровый человек, я просто попал там, случайно попал в больницу перед, как раз перед арестом, на выходе из больницы, они меня обезали. Вот, ну, даже здоровый человек, ну, возраста в тюрьме выжить не может российский, да, поэтому, конечно, это верная смерть. Вот, и поэтому, когда каким-то чудом они меня отпустили, я думаю, что просто там бардак, что он в каналах связи и так далее, то выбора, в общем, не было. Я не считаю, что я эмигрант, я считаю, что я изгнанник. Это изгнание, а не эмиграция. Это был мой следующий вопрос, потому что я читала это ваше высказывание. Скажите, пожалуйста, в чем разница между эмиграцией, даже вынужденной, и изгнанием, и чем вы будете заниматься как изгнанник? Ну, значит, разница в том, что изгнанника они не спрашивают, его изгоняют. Меня не спрашивают. Меня не спрашивают, у меня действительно выбора не было. Ну, понимаете, с чем дело? Если бы я был, так сказать, моложе, я мог бы, допустим, считать, что я переживу там несколько лет в тюрьме, выйду оттуда, буду Нельсоном Манделлой там, или одним из Нельсонов Манделл нашей страны. Поскольку у меня таких шансов нету, то выбор именно, так сказать, либо умереть, либо уехать. Да, я не считаю, что это свободный выбор. Понимаете, поэтому меня просто не спрашивают. В этом разница. Эмиграция – это когда люди думают, взвешивают и считают, что для них лучше сделать вот так. Чем тут заниматься, я пока не знаю. Ну, во-первых, я надеюсь вернуться. Я очень надеюсь вернуться. Я вернусь сразу же, как рухнет этот режим. А он рухнет быстро. Я думаю, что он рухнет быстро. Вот, поэтому я надеюсь вернуться. Здесь, ну, наверное, я не думаю, чтобы я там активно включался в политическую борьбу, поскольку я считаю, что из-за границы что-то сделать всерьез. Нет, ну, есть серьезные вещи, но они скорее гуманитарные, что ли. В общем, в том, что у меня будет казаться осмысленным, я, конечно, буду участвовать. Вообще, я хочу написать довольно многое, чего не успевал сделать в России. Может быть, смогу сделать здесь. Скажите, могли ли вы каким-то образом следить за новостями те 30 дней, что вы провели под арестом? Потому что это были довольно интенсивные 30 дней. И кажется, что ситуация на фронте в России, в мире за этот месяц переворачивалась. Какие у вас ощущения? Да, конечно. Это совершенно удивительно. Я сел летом, вышел осенью, сел в одних границах Российской Федерации, вышел в других границах Российской Федерации. Ну и так далее. Конечно, очень многое изменилось. В деталях я следить не мог. Но все-таки ко мне приходил адвокат и рассказывал, что происходит и так далее. Кроме того, все-таки я, как только вышел, я тут же, знаете, влез в интернет. Из него не вылезал несколько дней. На предмет понимания, что происходило. Каким выводом вы пришли, когда все-таки вылезли после этого из интернета? Что успело произойти? В каком мире мы сейчас находимся? Ну, во-первых, это, мне кажется, уже окончательная победа Украины в этой войне. Вот я не вижу вариантов ее разворота. Теперь вот этого военного счастья, по-моему, уже все. Можно кидать необученных солдат и, ну, их там убьют или искалечат, естественно, да. Можно, конечно, кинуть атомную бомбу, но, в общем, уже ничего не изменится в этом смысле, да. Ну и кроме того, мне кажется, что это уже последняя стадия агонии этого режима, по-моему, да. Это такой, знаете, динозавр, который бьет хвостом, уже находясь при последнем издыхании. Значит, почему? Потому что, во-первых, нет Виктора Стратеджа в Украине, ну, нету ее победной стратегии, да. Во-вторых, потому что, очевидно, рушатся и валятся в тертарары экономика. В-третьих, потому что Владимир Владимирович Путин впервые поссорился со своей группой поддержки. Это вот те самые люди, которые говорили там, бей хохлов, бей пиндосов там и так далее. Но он пришел к ним в дома и стал забирать их с циноверей. Они, в общем, этого не хотят ни в коем случае. Они, конечно, поддерживают войну, мол, с дивана. С дивана они ее поддерживают, а так они ее не поддерживают. Они не хотят сами, сами воевать. Ну и, наконец, очевидное недовольство элит. Если вы обратили внимание, в зале, в кремлевском зале, когда происходило это расширение, собирание земель русских, когда он присоединил украинские земли к России, в зале не было ни одного счастливого лица. Довольных лиц не было, да? Нет. Это самое главное. На это надо смотреть. Не на то, что он говорит. Вместе с тем, что он говорил, я сам мог бы это все написать за него заранее. Ничего неожиданного. А вот наблюдение за наблюдающим, как в том анекдоте, когда ты смотришь, как люди реагируют, это очень интересно. И это, конечно, тоже конец. В связи с этим есть вопрос, что будет происходить внутри России после того, как Украина одержит победу на поле боя. Я вижу два сценария. И хорошо бы, чтобы хороший, относительно хороший сценарий, да, реализовался еще до окончательной победы Украины на поле боя. Ну, хотя бы потому, что меньше людей погибнет. Значит, сценариев есть два, как мне кажется. Это реалистично, понимаете. Не то, что там марсиане прилетят, или там произойдет демократическая революция, и так далее. Если брать реальный сценарий. Начальник, мне кажется, это два. Первый сценарий. Когда, если под ударами украинских войск посыпется фронт, начнется массовое бегство и так далее, то это может сопровождаться окончательным распадом государства. Я говорю окончательным, потому что оно и так распадается. Вот мне, например, передали, вчера или после вчера, рассказали вещь, которая меня очень порадовала. Что в российских школах во многих перестали поднимать флаг по понедельникам. Помните, был приказ, что надо поднимать флаг, петь гимн. Да-да, патриотическое воспитание. Совершенно правильно. Вот мне сказали, что во многих провинциальных школах это перестали делать. Вот перестали все. Это напоминает ситуацию Михаила Сергеевича Горбачева, который в последние дни своего правления издавал огромное количество указов, на которые никто не обращал внимания. Вообще никто. Государство распадалось. Сейчас происходит то же самое. Но когда Михаил Сергеевич, при Михаиле Сергеевичу это было, я с огромным уважением и благодарностью к нему отношусь, но тем не менее это факт. Когда это было при нем, то были структуры, которые смогли подхватить падающую власть. Я имею в виду государственную власть, партийную власть союзных республик бывших и власть, ну та команда, которая формировалась и сформировалась вокруг Бориса Николаевича Ельцина. То же самое было, кстати, в 1917 году, после падения монархии. Государственная дума, которой, в общем, немногие этого ждали, вдруг стала высшей государственной власти в стране. И некоторое время ею была, действительно. У нас сейчас на федеральном уровне таких структур нет. Ну, нет вообще. Поэтому распад государства будет означать появление огромного количества независимых друг от друга вооруженных формирований, которые будут бороться друг с другом. Они будут частично территориальными, то есть одна область против другой области, один губернатор против другого губернатора, и частично они будут между непонятными вооруженными формированиями войска верные Шойгу, войска верные Золотову, бандформирование Кадырова, бандформирование Пригожина и так далее. Это будет абсолютно страшная картина. Это будет дикое количество крови, ну и так далее. А можно я спрошу, а Кадыров и Пригожин, они хотят этого сценария? Потому что мы видим в последнее время, как они активно участвуют, появляются в медиаполе, и, очевидно, нарабатывают себе какую-то дополнительную, я не знаю, известность. Я думаю, что они его не хотят, но они к нему готовы. Хотят они другого, они хотят перетянуть на свою сторону Верховного главнокомандующего и, соответственно, занять более близкое к трону положение. А Верховный главнокомандующий, Владимир Владимирович Путин, сегодняшний юбиляр, между прочим, он ведет себя примерно так, как вел себя Иван Васильевич IV, царь Грозный, который создавал опричнины. Вот Кадыровские формирования, Пригожинские формирования, это вот те самые боеспособные опричники, которых создает Владимир Владимирович. Но есть другой сценарий, более благополучный. Мы с вами сейчас самое страшное смотрим. Есть более благополучный сценарий. Любополучный сценарий, я бы его назвал Дворцовым переворотом. Мы обычно понимаем по Дворцовым переворотам табакерку, шарф, убийство монарха и так далее. Совершенно необязательно. Он может быть совершенно бескровным. Дворцовый переворот – это просто отстранение от власти правящего государя. Не более того. То есть он может пройти мирно. И я бы приветствовал, что это прошло мирно. Если какие-то близкие к Владимир Владимировичу люди, из его высшего окружения, те, кому он как-то по-человечески доверяет. У меня есть представление о фамилии, но не имеет значения. Если я к нему приду, ты скажешь, Владимир Владимирович или Володя, мы в задницу. Через неделю нас повесят. И тебя, и нас. Значит, давай вариант. Вариант такой. Ты заболел, ты устал. Понятно. Мы тебя делаем елбасы, отцом нации, еще чего-то. Мы окружаем твой дворец в Еленжикея верными войсками, чтобы тебя никто не тревожил. Ну и так далее. А вместо тебя мы, давай, будет Вася. Вася мы все знаем. Вася человек послушный, ничтожный. Соответственно, значит, он не вырвется. Сам не будет ничего сделать. А Васю мы поручим отступить немножко. Вывести войска с Украины. Постараться договориться с Западом. Ну и так далее. Вот давай сделаем так. Он, конечно, может не согласиться, потому что он никому не верит, естественно. Но тогда пойдет по более жесткому сценарию, надеюсь. То есть вот отстранение правящего президента от власти это значительно более благополучный сценарий. Потому что вот тот Вася, который сядет вместо него, он, конечно, может быть полный негодяй, даже может быть еще более странный человек, чем Владимир Владимирович. А у Васи есть настоящее имя? Нет. А это кто угодно. Все равно. В том-то и дело, понимаешь? Абсолютно. Абсолютно. Ну, слушайте, если Медведев мог быть президентом, то, ну, понятно, что каждый может быть. Просто каждый. Кем бы ни был этот Вася, каким бы он ни был негодяем, идиотом, неважно кем, он будет решать главную для российской элиты задачу. А это выход из изоляции, это снятие санкций, это возможность пользоваться всем нажитым непосильным трудом и так далее. Я думаю, что судьба страны их волнует значительно меньше, чем судьба своего замка в Испании. Там еще 200 тысяч грохнут, ну и ладно. А вот замок в Испании жалко. Возможность ездить к жене-любовнице, к собаке в Испанию или в Италию важно, действительно. Поэтому я думаю, что они готовы его сдать. И он, этот самый Вася, он будет это делать. А это означает, если он будет это делать, либерализацию общую в стране. Конечно, не демократию. Демократию – это следующий этап. Но общую либерализацию. Кстати, военный дворцовый пират может завершиться не обязательно этим, и может завершиться формированием такой переходной военной диктатуры. То есть, ну, что-то типа несостоявшегося правления, несостоявшегося диктатуры генерала Лавра Корнилова после 1917 года. Тоже может быть. Тоже может быть. Но это будет переходная диктатура. И со временем мы вернемся к нормальной жизни. Это более спокойный сценарий. Более спокойный. По поводу сегодняшнего именинника скажу нашим зрителям, что мы записываем это интервью 7 октября. Сегодня Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Мы очень мало знаем чего-либо про нынешнего президента России. Вы можете предположить, как он проводит сегодняшний день? Нет, я не имею честь такого личного человеческого знакомства. У меня другая. Я имею честь быть одним из его персональных врагов, оппонентов и так далее. И все решения по мне требовали его кивка. Он занимался, я знаю. Но, конечно, я его так не знаю, чтобы сказать, как проводить день рождения. Но это, в общем-то, же не так важно. А важно, как мне кажется, другое. Важно другое. Важно посмотреть не столько, что он за человек, сколько, что он сделал. Вот этапа большого пути. Посмотрите. 92-й год. Ему 40 лет. У него за плечами неудачная карьера в КГБ. Очевидно, неудачная. С одной стороны. С другой стороны, все пути открыты. Фантастическое время. Открыты все дороги перед ним. 2002 год. Ему 50 лет. Он президент великой страны. Он один из самых значимых людей на планете. Но, правда, за спиной уже Хеченская война и страшные вещи. За спиной взрывы. Взрывы домов. Я не утверждаю, что это он сделал. Но они были. За спиной уже много чего. Но пока еще у многих людей сохраняется надежда. Это 2002-е. Ему 50 лет. 2012-е. Ему 60-е. Он мог бы быть уважаемым авторитетным ветераном. Мог бы стать. Он предпочел нарушить дух Конституции. Вернуться. И за ним уже и кровь много. За ним уже разгоны демонстраций. За ним уже национал-предатели и пятая колонна. И так далее. И уже нет надежды ни у кого. Все. Уже понятно, что это тупик. Ну и сейчас война, массовые убийства, полная изоляция, моральный крах страны, экономический крах страны. И впереди ад. больше ничего. Хочется после этих слов конечно выдержать паузу. На самом деле я спросила про то, как Путин может проводить этот день, потому что в Кремле сказали, что никаких праздников в честь дня рождения Путина не будет. Потому что они сказали, нам стало ясно, что сейчас не до праздников. Еще неделю назад тем не менее праздники по поводу незаконной аннексии новых территорий проходили, причем достаточно широкие. Как вы думаете, что изменилось в их логике за неделю? Это военные события, хотя контрнаступление началось больше, чем неделю назад. Это нежелание лишний раз напоминать, что Владимир Путин пенсионер. Какие могут быть аргументы? Ну, конечно, интересная история, потому что он должен, знаете, как такая активно молодящаяся дама должен скрывать свой возраст фактически. Ну, то есть он его не скрывает, известно, что он сегодня, но он как-то вот, он все пытается играть молодого, пытается. Это неправильно. В такой ситуации человек, ну, не знаю, Рональд Рейган, он там демонстрировал, что он здоровый человек, но он не делал вид, что ему 40 лет, не делал, он как-то вот возраст, какой есть, все мое. Франкфиль Рузвельт ездил на колясочке и тоже ничего, и был великий президент. А он, знаете, он не смог, я думаю, что это еще и человеческая проблема, политическая, он не смог перейти в новое качество, у него это как-то не получилось. Насчет того, почему не празднуют, ну, во-первых, я хочу вам напомнить, что они никогда не праздновали шумный его день рождения, этого не было. Возможно, ему это просто не нравится, да, ну, не нравится, и все, в конце концов, что царь не хочет, не делает. На какие-то дни рождения он вместе со своим лучшим другом Сергеем Шойгу езжал в тайгу, еще как-то. В общем, он этого не любит, действительно, да, хотя я слышал, что они собирались на 70-летие приглашать лидеров стран СНГ, в общем, я думаю, что это либо такой традиционный отказ от паблика, либо, если действительно они собирались приглашать лидеров стран СНГ, я не могу в этом уверить, потому что, по-моему, это сообщения были тогда, когда я там у них сидел, то это означает признание поражения тоже. Я не думаю, что у него было хорошее настроение. Леонид Яковлевич, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за этот разговор. Леонид Гозман был в гостях у канала Настоящее время. Спасибо.